Живешь непосредством, будешь привлечен к дисциплинарной ответственности, а впоследствии уволен. В ближайшие полгода по такому принципу будут проверять сотрудников органов прокуратуры. Сначала проверки пройдут во всех местных и областных прокуратурах, после в ГПУ. Координировать процесс в регионах будут бывшие военнослужащие АТО во главе с Петром Шкутяком, бойцом батальона Айдар. Я очень рассчитываю, что люди, которые знают цену независимости и государственности, поможут в этой работе лучше, чем любые 20-летние профи. В Запорожской области рабочую группу по проверке прокуроров возглавил киборг Вячеслав Зайцев. Говорит, тайная проверка добропорядочности будет длиться полгода. Будет проводиться анализ декларации о доходах каждого прокурора, а также так называемой анкеты добропорядочности. Эти документы уже размещены на сайтах местных и Генеральной прокуратуры. Цель проверки – предоставленная информация должна соответствовать действительности. К проверке может присоединиться каждый. Для этого необходимо зайти на сайт прокуратуры в раздел «Тайная проверка добропорядочности» и заполнить соответствующую форму. Главная умова – это вы надаете свои реквизиты. Прилеждающие имя по батькову, телефон. Тобто, какие-то анонимки сюда не рассматриваются. Это не 30-е годы. Мы должны четко знать, что кто-то надает такую информацию. Для того, чтобы ее было переверить, чтобы эта информация соответствовала действительности. Для проведения более тщательного расследования не исключают и привлечение журналистов, а также общественных активистов. За несколько недель проверки в нашем регионе уже есть результат. Обнаружены неточности в документах одного из работников прокуратуры Запорожской области. Не совпадает с квадратным метром, где живет. Живет он начинка на 40 квадратов, а на самом деле это хатинка на 300 квадратов. Не зрозумело, какого прокурора БМВХ-5. Также не зрозумело, за какой рахунок он ее придбал. Не вказано, кроме декларации. Если бы он вказал, то это пара и другие. Все несоответствия рабочая группа будет передавать в Киев. После проведут служебное расследование, которое и покажет, продолжит ли работать тот или иной прокурор в органах прокуратуры. Ирина Погоренная, Константин Грушко, ТВ5.